плюм начинают по геологии земли я буду геологические явления излагать по мере как они возникали и вот как раз для катархии то есть для самого первого периода были характерны плюма то есть из мантии постоянно поднимались потоки плюм это значит поток мантии который идет из глубины мантии поднимается прямо до самой поверхности где и вызывают всяческие процессы как вулканические так и не обязательно вот мантия была нестабильна и кора была расплавленная поэтому плюмы возникали постоянно о вулканах пожалуй в эоархии в следующем периоде лучше рассказывать потому что тогда будет тектоника плит и вулканы связаны с тектоникой плит лучше как-то в комплексе а вот плюма в катархии точно уже были теория плюмов это где-то шестидесятые семидесятые годы прошлого века то есть сравнительно недавно разработана сейчас считается что у нас значит есть ядро как известно земли и там имеется пограничный слой между ядром и мантии в котором температура периодически увеличивается возникают различные неровности в результате значит из раскаленного вот этого ядра рвется наверх жаркая вот это вот мантия также предполагают что континентальные плиты согласно современной теории тектоники плит могут перекрывать вот выход внутри земного тепла в результате как бы вот прорывается тепло наверх вот с помощью этого конвективного потока то есть конвенция же происходит теплое с холодным постоянно перемешивается и вот поэтому есть также конвективное объяснение плюма то есть когда не происходит охлаждение постепенно до мантия когда перекрывает кора тогда резко происходит конвенция резкий прорыв горячей магмы снизу ну и в общем все еще согласовывать все это с теорией плит потому что сейчас установлено что некоторые плема очень долго существует то есть вот долго прорывается и прямо под самой корой имеется вот это вот прорыв мантии принципиальное строение плема вот на примере вулкана елу стон узкого хорошо известного вот там под там вулкан под под ним обнаружили как раз вот пузырь из этой магмы на глубине где-то 8 километров там расплав 800 градусов и вот этот расплав как раз нагревает воду сероводород топли кислоту в результате там бьют фонтаны термальные источники и все такое прочее то есть в глубине земли очень все очень страшно горячее когда она прорывается она немедленно тут все нагревает и если она выходит на поверхность то как очень горячая расплавленная плюм этот значит на поверхности видимо 800 то есть ближе к коре внутри скорее всего 1600 градусов предполагают часть плюма расплавляется возле поверхности что и приводит к образованию разных гейзеров то есть к тому что вода на поверхности от вырывается из коры в виде фонтанов но про гейзеры и вулканы и все такое прочее в отдельный клип еще предстоят по мере продвижения истории земли но и вот этот плюм допустим который американский много миллионов лет явно существовал плюма они формируют кальдеры вот значит механизм кальдера это в общем котловина напоминающий кратер но это не кратера метеорит никак на луне а это вот плюм прорвался подрывает там значит корона обрушивается и возникает вот такая вот котловина с крутыми стенками может это происходить в виде быстрого извержения вулкана то есть принципе это вулканическое явление но может и после того как вулкан прекратил свою активность допустим то есть это может резко происходить и не резко но в катархии скорее всего из-за того что кора была значительной степени расплавлены все было достаточно быстро и вот эти вот очень жаркие в 1000 градусов потоки магма они регулярно прорывались и была бурная вулканическая активность при том что еще были сильные приливы и отливы